Я хочу тебе вот просто выразить свой респект, как говорит молодежь, уже даже это не говорит, по поводу YouTube-канала, который ты создал и того, что ты там делаешь. Но я не знаю, видел ты или нет, сегодня поднялась большая буча, очень серьезная буча среди твоих противников, которые пытаются составить Google твой YouTube-канал закрыть. И у них это очень хорошо может получиться. Так вот я считаю, хочу это сказать публично, что если YouTube закроет твой YouTube-канал, то мы должны закрывать YouTube за осуществление американской цензуры на территории Российской Федерации. О, Маргарита, ты шо, не знаешь, як работает интернет? Маргарита, о-о-о, третьей степенью инцеполиста. YouTube не работает на территории России. Это Соловьев со своим каналом находится на территории Америки. Маргарита, ты шо-нибудь про сервера слышала? Бегемотик всего несколько часов находится в Москве, пока слюни пускает перед камерой. А все остальное время его канал в Калифорнии. Если Владимира Соловьева не устраивает политика компании YouTube, он может объявить им санкции и создать свой канал на российском ресурсе. Например, ну, в Одноклассниках будет сквозь пироги вещать. Блин, Маргарита, ты управляешь медиакорпорацией, на которую выделяют миллиарды. И не понимаешь, как это устроено. Маргарита, о-о-о, родилась во дворе общепита. Это все равно, что электрик, который хочет зажечь лампочку, будет бегать с ней за солнечным зайчиком. Россияне, вот этот человек распоряжается вашими деньгами. А она, может, даже не может отличить кавун от кавуницы. Поэтому не удивляйтесь, когда каким-нибудь Маргаритам или Соловьевым выделят еще миллиарды из госбюджета. Потому что война с YouTube дело не дешевое. Сами понимаете. А важнейшим из искусств для нас является оболванивание нации. Ура, товарищи!